Традиция длиною в 20 лет. Именно такой солидный юбилей отметил в нынешнем году теплый семейный праздник, который в преддверии нового учебного года организуют для своих сотрудников ММК «Метиз». Его работники вместе с детьми собираются в конце августа, чтобы получить добрые напутствия и подарки от руководства предприятия. Побывал на празднике Павел Зайцев. Магнитогорское предприятие входит в тройку лидеров метизных заводов Российской Федерации. Здесь работают около 4 тысяч человек, 52% из них – женщины. В этом году более 200 детей сотрудников ММК «Метиз» впервые пойдут в школу. Обычно всех первоклашек собирают вместе, но в нынешних ограниченных условиях гостями праздника стали только шестеро. Среди них Вика Черницына, мама которой была участницей самого первого подобного торжества. 20 лет назад я помню очень смутно, сейчас более волнительно, мне кажется, так как мне уже не 7 лет, но все равно радостный момент. Я думаю, что это нужно проводить, это приятно, это запоминательно, интересно. Вика призналась, что в школу пойдет с удовольствием, надеется многому научиться. А вот о заводе, где работает мама, пока ничего не знает. Но это, как показывает пример Екатерины, лишь вопрос времени. Почему-то посмотрела на маму и захотела тоже работать здесь. Пошла учиться на профессию и потом сюда пошла работать. Вот, как бы осознанно, наверное. Преемственность поколений на ММК «Метиз» не пустой звук. Руководство предприятия делает все для сплочения своего коллектива, поддерживает любые традиции, способные улучшить эмоциональный климат. И ежегодный праздник в преддверии Дня Знаний – одно из лучших тому подтверждений. Я очень рад вас приветствовать. Я хотел бы пожелать вам, чтобы школа дала бы вам не только знания, чтобы вы приобрели новых друзей, новые эмоции. И особо хотел бы отметить наших отличников, наших хорошистов. Конкурс дневников – предмет отдельной гордости метизников. На заводе утверждают, во всем Магнитогорске это своеобразное соревнование проводится только у них. Еще в начале нулевых было принято решение поощрять детей сотрудников за хорошую учебу и активность в общественной жизни. Мы решили собирать дневнички по итогам года и смотреть. И лучшие дневники разработали определенные критерии. Дети, которые посещают различные кружки и учатся на 4 и 5, мы лучшие дневнички выбираем и таким образом награждаем наших детишек. По итогам прошлого года таких победителей было более 80. Но из-за уже упомянутых ограничений на нынешний праздник пришли только по одному от каждого возраста – с 5 по 11 класс. Героями торжества и обладателями подарков традиционно стали и многодетные семьи, которые воспитывают четверых, пятерых и даже семерых детей. Таких в ММК Метис тоже немало. И остается лишь надеяться, что через год этот зал вновь с трудом вместит всех гостей, как это было на протяжении уже двух десятков лет. Падал Зетцев, Александр Моргонов, Теликампания ТВИН.